И всем привет, ребят, с вами субтитры, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0. Вторая серия стартует у нас с плотнейшим контентиком. Спасибо всем огромное за поддержку первой серии, очень был приятно удивлен и активностью, и цифрами, и словами в комментариях. Поэтому сегодня мы врываем уже со второй серии, ну и давайте постараемся также набрать 123 лайков. У нас на первой серии набралось целое 180 очка на момент записи этого видоса, что выглядит очень-очень жестко с вашей стороны. Я понимаю, что интерес в этом бездонате 2.0 имеется, поэтому обязательно поддержите данный видос лайком. Также подписывайтесь на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный тактемп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Как я и говорил, мы постараемся каждую серийку открывать на количество ваших лайков контейнеры на бездонате. То есть за каждую десятку лайков мы будем открывать по одному конту. У нас набралось 180 на момент записи этого видоса, но это значит, что я должен по идее сегодня открыть 18 контейнеров. Каким образом у меня есть возможность залутать так много контейнеров, я честно говоря даже сам не знаю. Но зайдем, давайте попробуем посмотреть как раз таки призы, какие у нас тут есть интересные. Я до сих пор еще не выбил ту пушку, которую я бы хотел бы получить и на которой бы я хотел бы играть в рамках этого аккаунтика. Ну и сегодня скатаем каточку, постараемся поднять звонку, выполнить какие-нибудь еще дополнительные заданки. У нас повышенные фанды и опыт закончились. Да, сегодня у нас на момент записи видоса ничего такого нету, но мы дополнительно контейнеры тут тоже заберем, расходку тоже заберем. Расходка всегда лишней у нас на бездонате не будет. Минки я как всегда по дефолту нигде не покупаю, потому что минки как правило с контейнеров сами падают и потом уже можно будет их получить. Ну и отправляемся сразу в бой, а потом уже после боя будем открывать контейнеры и стараться выбивать ту самую нужную пушку, которая мне необходима. Пикую наверное быстрый бой, не буду здесь ничего выбирать, потому что на этих званиях еще мы будем попадать против ботов. Да, ну и есть возможность как раз таки их быстро попинать, быть может даже поднять очень быстро званочку. Например, вот за одну катку если мне удастся поднять плюс звонку, то я думаю, что это будет очень и очень неплохой результатик. Да, здесь у нас игроков нету, одни лишь только боты, которые уже кучкуются и которые здесь на карте уже наваливают. Ну и будем стараться наносить как можно больше урона по ним, было бы очень неплохо вообще псасулендру туда дать. Устную контентовую там сразу сколько там, 5-6 противников стоит плюс-минус в одном месте. Если псасулендрочку я бы по ним бы оформил, я думаю, что это был бы плотнейший контент. Но, к сожалению, псасулендрики у меня со старту нету, а дроповая псасулендрочка... Я даже и не знаю, может даже и упала, сейчас надо посмотреть. Сейчас попробуем быстренько здесь покилять. До звонки мне уже здесь по 3 тысячи становится. Плюс, как я уже сказал, у нас сейчас нету повышенных фондов и опыта. Соответственно, мне придется здесь немножко больше попадеть. Но даже я думаю, что лучше мы, чтобы сыграли полную катку. Чтобы у нас там пошла еще плюсовочка в заданку. И чтобы была возможность еще какие-то дополнительные призы за это дело получить. Потому что там есть, я знаю, контейнеры с новыми заданками для новичков. Там, где тоже надо бои завершать. Поэтому я думаю, что если мы завершим бой, ничего плохого в этом плане не будет. Так, а уидишка, оказывается, все это время лежала. Да, я забираю ее тогда, когда у меня уже 80% овердрайва своего было. Так, можно, в принципе, наверное, даже такую нажать. Противник очень сильно кучкуется. Соответственно, по всем шикарнейшее Сосулен разлетает. Все-таки это боты. Да, и боты здесь все в одну точку едут. 15 килов мы быстренько уже лутаем. Что является неплохим результатом для старта. Ну и до звонки нам остается 2700. 2700 до званочки. Я думаю, что мы за эту катку, по идее, эту звонку должны успевать быстренько получить. И уже перейти к как раз-таки сержантику. Сержантик на сегодняшний момент времени. Это, ну, наверное, минимальная планка для этого как раз-таки видеоролика. Так, а я, кстати, расходку прожимать не могу. Или что? Что за прикол? Я, то есть, смотрю на расходку и... Да, я типа не могу еще до сих пор припасы жать. Аптечку я, кстати, мог прожимать. Что я не нажимал, не знаю. Припасы-то у меня есть. Теперь-то я уже на богатых элементиках могу здесь двигаться. Поэтому, если что, мы можем как раз-таки и прожималову тоже делать. Все противники просто кучкуются в одно место. То есть, у нас есть возможность их здесь немножко попинать побольше. И подлутать побольше с этих ребяточек. Ну, и это, конечно, очень-очень плюсово для нас. Баты все запрограммированы на точки. Да, особо они здесь урона не наносят. И зида только вот еще чуть-чуть подличивает. Контактика дает. Ну, и шикарнее всего, конечно, было бы, если бы у меня здесь была бы сплэш-пушка. Да, то есть, я бы здесь со сплэш-пушки мог бы очень и очень неплохо наваливать по всем сразу. Одновременно домашки много давать. Но, так как я на смоке, соответственно, у меня такой возможности нету. Ну, и та пушка, которую я первую хотел бы здесь получить, это пушка шафт. То я бы тоже здесь особо никаким сплэшом бы ничего не давал. Но! Но! Если вдруг мне упадет первый не шафт, а рельса. Да? Рельсу я же тоже хотел здесь на этом аккаунте иметь. Соответственно, если у меня здесь упадет первая рельса, то я не исключаю тот факт, что мы начнем сначала прокачку этого бездоната с рельсы. Дальше будем уже смотреть от устройств, от ситуации в целом, какая у нас тут будет на этом аккаунте. Да? И уже от этого будем плясать. 36 килов я уже сделал. А по опыту такое ощущение, как будто я здесь даже и близко не подлутал того, чего я должен был подлутать бы, если бы у нас были бы повышенные фонды. Да? То есть у меня еще даже половинки звонки нету за такое безумно большое количество килов. Хотя, если бы фонды как раз таки были, то я бы уже бы, наверное, это звание бы новое получил бы. Ну ладно, стараемся, пробуем. У меня еще 3,5 минуты есть. Цель сегодня, как я уже сказал на этот видеоролик, поднять как минимум одну новую звонку. Ну и сейчас набьем один овердрайв, прожмем в противника и потом следующую оверку я постараюсь уже как раз таки забрать с пола и вжималову тоже оформить. Благо здесь боты особо много урона по мне не наносят. Вот, жить можно подольше, можно кидать здесь домашку и стараться как можно больше опыта заработать в целом. Нифига себе, боты начали ехать на другую точку, начали переезжать с точки на точку, нифига себе. Тоже какой-то новый уровень ботов, когда они начинают перекатывать с одной на другую точку. Это сильно, это очень сильно. Это значит, что они сейчас могут скучковаться как раз таки в центре. У нас будет возможность очень неплохо навалить. Так, 2,5 минуты до конца, при этом мне остается 1100 опыта за 2,5 минуты. Ну, наверное, в теории, конс у нас подлутать столько есть, только надо как раз таки пожить, постараться и покидать как можно больше урончика. И чтобы наши тиммейты как раз таки тоже здесь забрали вот эту точку, чтобы все боты ехали сюда на центр и я уже под них вкуснейшую сосулендрочку оформлял. Да, и тогда будет очень и очень неплохо. Как минимум, еще 2 сосульки мы точно здесь дадим, может быть даже и 3 сосульки дадим. Сейчас посмотрим, если быстренько заберем. Блин, ну бот, ну что ж ты делаешь-то, ботинок. Это ботинки, ну матчмейкинги бывают такие же самые играют, и даже это не боты, не теле, не, как говорится, не компьютеры играющие. А тут как бы, ну, можно еще сослаться на то, что это компьютер. А, сосулендра в молочко улетает через трубчик. Понял, шикарно. В принципе, ничего у нас в этом плане не меняется даже против ботов. Даже против ботов ситуация у нас одна и та же. Так, ну а мы пробуем забрать точку. Пробуем забрать точку. 2 магнума мне просто накидочку дают. Остается, сколько здесь, 600 опыта. 600 опыта мне остается и минута до конца. По ощущениям, как будто я уже даже не успеваю получить звонку. Не знаю, с какого звания открывается расходка. Почему я не могу прожать припасы, это какая-то странная вещь. Может быть против ботов, типа, нельзя припасы прожимать или что, или как это работает. Я, короче, не знаю. Но в любом случае, припасы я прожать не могу. И, соответственно, в этом плане есть свои нюансики и свои не самые приятненькие моменты. Так, магнум здесь тоже по мне пытается накинуть. Пилы делаем, делаем. 30 килов. Ой, 30 секунд у нас остается до конца. Может быть, я все-таки успею поднять здесь новую звонку. Прям заставляет меня игра прям люто потеть против ботов. Чтоб я быстрее получил звонку, чтоб я успел за эту катку новое звание получить. Не думал, что придется так стараться. Да, но, как вы видите, остается у нас 2 килочка. Нет, 3 килочка еще. 3 килочка, овердрайв, овердрайв. Новую званочку успеваю ли я получить? Вообще, походу, идеально по таймингу, да? Да, идеально по таймингу залетает. 5 секунд до конца. Я как раз-таки получаю новую звонку. И сейчас подлутаем мы все возможные призы сразу же. И это очень и очень неплохо. Кстати, тут по заданкам не так уж и много заехало. Я думал, что будет побольше. Я думал, что здесь можно будет еще что-нибудь дополнительное получить. Так, открываются у нас новые вооружения. Но новые вооружения здесь особо сильно мне, как говорится, не светят. Нет, все, есть возможность только выбить из контейнеров. Так, ну и мне надо как раз-таки 18 контов. За каждую десятку лайков. Мне нужно по одному контейнеру. Звезды мы здесь забираем. Есть ли у меня здесь еще что-то? На подлудочку за звонку есть подлудка. Бонус за вход я уже забрал. Обучение я забрал. Ну и по ходу дела все. Это по ходу дела все, что я мог забрать. И по итогу сколько у меня контов. По итогу 13 контейнеров. Я даже не смог забрать столько с контейнеров, сколько мне надо было. Ну давайте пойдем тогда прожмем расходку. Прожмем припасы. Я видел, что там есть заданки. Прожатием припасов. И заодно чуть-чуть еще тушанем. Все-таки у нас без донат. Я думаю, что теперь есть возможность как бы такие подольше каточки здесь записывать. А я расходку все равно не могу прожать. А что это за прикол? Из какого звания я могу прожимать припасы? Непонятное дело. Я, честно говоря, даже не понял от слова совсем, почему я не могу прожимать припасы. Да, и на звонке у нас уже остается здесь 5300. Да, то есть без повышенных фондов, без премки моей. Звонка. Ну я бы не сказал, что так быстро растет. Да, все-таки последний аккаунт, который я прокачивал, это был мегадонат. И на мегадонате еще ботов не было. Расходку можно было с самых минимальных званий прожимать. И я не сталкивался с такими проблемами, чтобы я не мог прожать припас. И не мог быстро реализовать все это дело в плюс. Ну ладно, тогда уже просто здесь давайте до смерти сыграем. Только меня уничтожат. Вот мы уже выйдем и откроем наши контейнеры в надежде, что с них как раз-таки упадут те, возможно, заветные пушки, которые я бы хотел бы увидеть. Ну и плюс дополнительные кристаллы. Дополнительные кристаллы с контейнеров. Это всегда мега актуальная вещь. Ну и хотелось бы мне все-таки уже тоже поднять и штаб сержанта здесь, и может быть даже больше. Чтобы потихонечку-потихонечку наша званочка росла, появлялись новые возможности у аккаунта в получении и предметов. И в целом у нас было больше, наверное, такого потенциала и движения. Так, по итогу я получаю за что-то звезды. За что-то я получил звезды, не знаю за что. А, ну вот какие-то тут очки я добил. И получается, что у нас появляется возможность получить еще дополнительный контейнер. Итого 14 контов мы вместе с вами открываем. Практически пятнашка. Ну и смотрим на призы. Смотрим. Это, наверное, самое масштабное открытие на бездонате. Пока что 2.0. Расходка. И молот. Мне падает молот МК-1, который мне абсолютно здесь никак не нужен был. Мне нужна либо рельса, либо шафт, которых пока что я здесь не увидел. Вот такая вот серия у нас получилась. Вторая в рамках бездоната 2.0. 20 тысяч кристаллов у нас уже имеется. Потихонечку будем делать шажки. Будем делать поднятие звонок. Я думаю, что вот уже как раз таки в следующей серии, если мы поднимем штаб-сержантом, то там уже появятся и возможности припасов. И появится возможность подлутать побольше контейнеров. И постараться уже получить новые заветные пушки. Пишите все свои мысли в комментариях. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Не забывайте, что каждая десятка это плюс один открытый контейнер. Я, если что, про эти контейнеры, которые не до сдачи у нас четверочку, не забуду. И мы их дополнительно откроем, как только у нас такое количество появится. Поэтому обязательно поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok